Сейчас позади ровно половина сезона, команда располагается на третьем месте. Что можете сказать по поводу данного результата? Ожидаем ли такая позиция или уже рассчитывали на что-то большее, может быть даже меньшее? Ну, скажем так, у нас, давайте, если честно, задача, мы в прошлом году заняли, начнем с того, что да, четвертое место мы заняли. В прошлом году мини-футбол. Хотелось, конечно, выше, поэтому у нас нет там задачи первая, вторая. У нас есть задачи медали. Любые медали – это здорово, поэтому никому они легко не даются. Даже спросите у людей, которые 5-6 лет флагманы нашего мини-футбола, каждая медаль она дается очень тяжело. Никто просто так тебе ничего не подарит. Ну, то, что ожидаемо или нет, это больше, скажем так, приятно, потому что результат нашей работы, наших стараний чуть-чуть пока что оправдывается. Какая игра в исполнении «Сокола» вам понравилась больше всего и какая вас огорчила? Ну, огорчила. Огорчил у нас матч с «Локомотивом», который мы проиграли буквально неделю назад. 3-1. Потому что ранний гол, плюс после поражения от «Биверс» мы вышли психологически надломленные. Поэтому вот эта игра огорчила, что и «Локомотив» был не в оптимальном составе, и мы вроде бы неплохо играли с «Биверс». Шикарный первый тайм вообще шикарный. Поэтому тут даже где-то больше, наверное, тренер сказал, что там не смогли внести коррективы. Вот это вот огорчило, что прямым конкурентам безвольно проиграли. Очень-очень безвольно. Вот это огорчило. А в исполнении лучшая игра. Ну, я говорю, много очень хороших игр. Мы, ну, допустим, я, наверное, «БМЗ». «БМЗ» скажу, что хоть мы там не выиграли, мы сыграли в ничью, но пока, конечно, да, тяжеловато было то, что у них была первая игра, у нас вторая. Чуть-чуть мы в этом зале, конечно, тяжеловато силы нам распределять, потому что мы в таких залах нечасто играем в хороших, больших. Ну, пока были силы, вообще очень шикарно играли, смотрелись. Очень организованной команде, которая там, ну, 2-3 года одним составом играет, там, тренируется тоже, ну, насколько я знаю, качественный тренировочный процесс постоянный. Поэтому вот эта игра там, ну, мы просто для себя даже где-то психологически отметили, что мы можем, что не так все это там, скажем так, страшно, как выглядит на бумаге. Что сейчас является самой сильной стороной команды, за что ребят вот прям можно похвалить и в чем вы видите основной пробел? На чем надо вот прям усердно поработать? Ну, наш пробел в том, что начнем с пробелом. Наш пробел в том, что очень много мы пропускаем со стандартов, и тут больше даже не вина вратаря, а неправильно располагаемся. Где-то стенку, где-то там концентрацию, там, не стали перед мячом, чуть-чуть, там, 2-3 метра просто не так расположились и пропускаем такие мячи необязательные. Вот это, наверное, наш пробел. Плюс чуть-чуть не хватает нам солидности. Это проявляется, что где-то опыта солидности мы всего лишь второй год в первом дивизионе, наверное, вот это наш. А за что ребят похвалить? То, что ребята очень грамотно играют во многих матчах. Да, мы там, у нас нет таких людей, которые там по 30, по 40 мячей забили уже там за 12 туров, у нас таких нет. Но у нас командные взаимодействия четко выполняют, терпят очень многие матчи за счет характера. И плюс, конечно, отношения у ребят к тренировочному процессу, великолепное просто отношение, поэтому за это мы их похвалим. А в сравнении с прошедшим сезоном, как вы оцените уровень команды, есть ли рост, прогресс и в чем он особенно замечен? Ну, если брать прошедший сезон, наверное, есть, конечно, прогресс, потому что мы стали опытнее. Мы выскочили там 4-5 лет, сколько мы там назад стали, где-то так 5-6 лет назад стали, возобновился у нас мини-футбол в городе. И мы, получается, были новичками, все-таки не в обиду будет сказано, ну, огромная пропасть, наверное, на большом футболе это не так сильно будет ощущаться. Ну, в мини-футболе первый-второй дивизион, ну, просто огромная пропасть. Поэтому мы получили неоценимый опыт, мы стали опытнее, плюс, ну, так если сказать, там, прогресс нас, ну, опять-таки, все упирается. Я говорю, что чуть-чуть нам не хватает, конечно, надо больше собираться, но в силу там работы. В тренировочном процессе чуть-чуть, если мы прибавим в количестве, то все будет у нас получше.